МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Режиссер документального фильма HBO и CNN об Алексее Навальном мечтает снять фильм об инаугурации Навального на посту президента России. Алексей Навальный и Любовь Соболь включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В Петербурге проходит фестиваль хроники катастрофы, приуроченный к Дню памяти жертв Холокоста. Также сегодня. С точки зрения военного, успешность такого образа действий, она чрезвычайно сомнительна. Сейчас военный бюджет Тайваня на сегодня составляет порядка 25 миллиардов долларов. Для сравнения, я могу сказать, 25 миллиардов долларов военные расходы, это больше, чем у Израиля, у страны, которая воюет. Может ли Пекин решится подчинить себе мятежную провинцию Тайвань военным путем? На кинофестивале Sundance в США составилась премьера документального фильма стримингового сервиса HBO Max и CNN Навальный, посвященного оппозиционному российскому политику, основателю признанного теперь экстремистской организацией Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному. Съемки велись вплоть до ареста Навального на пограничном пункте московского аэропорта Шереметьево 17 января прошлого года после возвращения Навального из Германии, где он лечился от отравления боевым отравляющим веществом «Новичок». Режиссер фильма, канадец Дэниел Ройер, говорит, что перед началом съемок оценивал Навального как, цитата, «мастера управлять и манипулировать СМИ для достижения политических целей и амбиций», но изменил свое мнение. Вот как Дэниел Ройер ответил в интервью моему коллеге Марку Крутову на вопросы о том, что его впечатлило больше всего во время работы над фильмом, и как Навальный отвечал на неудобные для него вопросы. Я начал работу над этим фильмом, не будучи экспертом по России. Я не говорю по-русски, и для меня было очень неожиданно многое из того, что я узнал о российской политике. Самым интересным для меня во время съемок было изучение политического контекста, в котором оказался Алексей Навальный. В России нет правых и левых, нет тех рамок, в которых функционирует экономика в странах Запада. Меня очень впечатлила смелость Алексея. Он невероятно харизматичен и бесстрашен, по-настоящему бесстрашен. Наблюдать все это с близкого расстояния для меня было потрясающим опытом. Я не согласен с некоторыми его высказываниями и действиями, но общение с Навальным позволило мне понять тот контекст, в котором он принимал свои решения. На мои вопросы он отвечал открыто, и мне кажется, я понимаю, почему он иногда поступал так, а не иначе. Для меня совершенно очевидно, что ответственность за покушение на жизнь Алексея Навального несут Владимир Путин и российское государство. Более того, Путин ответственен за покушение на многих других его политических оппонентов. Я бы очень хотел, чтобы Алексей как можно скорее увидел мой фильм, хотя я понимаю, что в обозримом будущем это вряд ли возможно. Я бы хотел когда-нибудь еще раз пообщаться с Навальным. Я бы хотел встретиться с ним во время его инаугурации в качестве первого законно избранного демократического президента России. Я был бы счастлив сделать сиквел, в котором рассказал бы о том, как он прошел этот путь. Говорил канадский кинорежиссер-документалист, автор фильма «Навальный» Дэниел Ройер, интервью с которым записал Марк Крутов. Полностью это интервью можно найти на нашем сайте в интернете www.swaboda.org. Вообще, российские власти часто приурочивают к событиям и датам, связанным с Алексеем Навальным, очередные репрессии против него самого и его сторонников. Премьера фильма «Навальный» не стала исключением. В день первого показа этого фильма сам Алексей Навальный, который сейчас находится в тюрьме, и его ближайшая соратница Любовь Соболь, уехавшая за границу, были включены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Любовь Соболь уверена, что Кремль пытается добиться ухода Навального из политики, но это у него очень плохо получается. Давайте послушаем, что она сказала. Я думаю, что это чисто укладывается в логику Путина и всего давления, которое сейчас осуществляется на оппозицию в России и на людей, которые имеют отличную от Кремля точку зрения. Это логика, которую, наверное, можно описать такой вот тренд Кадырова. Путина, так же, как и Кадыров, убивает политических оппонентов. Все мы помним, что произошло с Навальным. Путин также берет заложников из членов семей, людей, которые ему не нравятся. Мы знаем, что отец Ивана Штанова находится сейчас в СИЗО. Мы видели сегодня все с вами новость, что Олегу Навальному требуют заменить условный срок на реальный. И мы видим, так же, как и Кадыров, Путин объявляет всех людей, которые ему не нравятся, террористами, экстремистами. И это делается абсолютно волонтаристским. Я об этом включение список узнала из СМИ, как и другие люди. Как говорится, без суда и следствия. Просто мы считаем тебя террористом и экстремистом. Никаких доказательств своих слов мы тебе не покажем. Возможность отстоять какую-то свою точку зрения, правоту, представить контур-аргументы у тебя не будет. Мы просто тебя объявляем таковым человеком, включаем в тебя список, максимальным образом пытаемся затруднить тебе жизнь, и все. Условно говоря, из-за этого списка практически невозможно выйти. Это абсолютно политическое решение, и понятно, что только по политическим причинам оно может быть отменено. Путин очень хотел, чтобы Навального не было в российской политике. Если ему не удалось его убить, отравить, Навальный восстановил здоровье буквально до чудом и большими усилиями врачей, то он хотел, чтобы его перестали обсуждать, чтобы всех разогнать, всех задавить, всех испугать, кого-то посадить, кого-то выдавить из страны, чтобы не было фамилии Навальный, чтобы не было никакого оппозиционного движения, чтобы все конкуренты Путина – это Жириновский, Собчак, Зюганов, Сурайкин, и кто с ним участвовал еще в 2018 году. Остальных альтернатив россияне не видели, но очевидным образом у него это не получилось. Мы по-прежнему работаем, мы выпускаем расследования. Навальный, будучи изолированным в тюрьме, все равно его стратегия умного голосования оказала мощнейшее влияние на выборы в Государственную Думу в сентябре прошлого года. Хотя на тот момент Навальный длительное время, больше полугода сидел в тюрьме. Поэтому все равно Навальный никуда не уходит. Мы также не пропадаем из политической повестки, и, конечно, это злит Путина. Конечно, он мстит, конечно, он использует весь арсенал государственного давления, который у него есть. Можете список включить – включайте. Можете посадить отца Ивана Жданова – сажайте, и так далее, и так далее. И, конечно, таких методов у них еще сами инструменты ограничены, но применять они их могут, конечно, в отношении разных людей, и тем самым продолжать всех запугивать. Говорила соратница Алексея Навального Любовь Соболь. Брат Алексея Навального Олег сегодня объявлен в федеральный розыск. Вчера появилось сообщение о требовании уголовно-исправительной инспекции заменить Олегу Навальному условный срок по так называемому санитарному делу на реальный за якобы нарушением правил регистрации. По словам адвоката Олега Навального, он получил уведомление о предстоящем судебном заседании по этому вопросу. В прошлом году Олег Навальный и несколько его соратников были осуждены по обвинению в нарушении санитарно-эпидемиологических правил во время массовой акции в поддержку Алексея Навального. Ранее Олег Навальный был приговорен к реальному сроку по так называемому делу Ифраше и провел в колонии три с половиной года. В феврале прошлого года условный срок по делу Ифраше на реальный был заменен Алексею Навальному. Вы слушаете время свободы. Ситуация вокруг Украины мало изменилась. За последние сутки она остается крайне напряженной и при этом очень неопределенной. Судя по заявлениям российских официальных лиц, ответ на требования Кремля о гарантиях безопасности НАТО и США пока не дали. Глава МИД России Сергей Лавров, выступая сегодня на заседании Государственной Думы, вновь пригрозил ответными мерами, если такие гарантии Москва не получит. Напомню, что письменный ответ США и НАТО обещали предоставить до конца этой недели. Вот что говорил Сергей Лавров. Замотать нашу инициативу мы не дадим. Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, предпримет необходимые ответные меры. В любом случае все должны исходить из того, что безопасность России и ее граждан безусловный приоритет и она будет надежно обеспечена при всех обстоятельствах. Говорил министр иностранных дел России Сергей Лавров, а президент США Джо Байден, общаясь с журналистами, не исключил, что отдаст распоряжение о введении персональных санкций против Владимира Путина в случае нового российского вторжения в Украину. Байден также фактически признал, что не понимает, что сейчас в голове у Владимира Путина, к каким действиям он готовится. Но сказал, что в правительстве США рассматривают самые разные варианты развития событий. Давайте послушаем короткий фрагмент этого диалога. Рассматриваете ли вы введение персональных санкций против Путина, если он вторгнется в Украину? Да, я бы рассмотрел это. Можете ли вы сказать, что риск вторжения увеличивается или уменьшается, или не меняется, как это было в последние дни? Знаете, я буду с вами абсолютно честен. Это немного похоже на гадание на чайных листьях. Послушайте, позвольте мне в заключение сказать, будут огромные последствия, если он вторгнется в Украину. Не только экономические и политические последствия для России. Также будут огромные последствия по всему миру. Говорил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня среда, 26 января. Темы выпуска представляю я, Андрей Широградский. США и их союзники по НАТО оказывают сейчас военную помощь Украине. Уже много лет назад Соединенные Штаты взяли на себя обязательства по оказанию такой помощи Тайваню, которой власти Китайской Народной Республики с 1949 года считают своей мятежной провинцией и ставят своей целью возвращение острова в родную гавань. Законы, регулирующие оказание американской военной помощи Тайваню, поменялись после признания Вашингтоном правительства КНР в 1979 году. Но договор о такой помощи остается в силе. Пекин предлагает решать так называемую тайваньскую проблему на основе принципа «одна страна, две системы», однако время от времени угрожает применить силу и организует военные маневры вблизи Тайваньского берега. На днях около 40 истребителей ВВС КНР вторглись в установленную Тайванем воздушную зону безопасности. В ответ США, как это уже не раз делалось, послали в Тайваньский пролив свои боевые корабли. С подробностями этой истории корреспондент телеканала «Настоящее время» Вадим Оленичев. Военное командование КНР провело масштабную операцию, послав 23 января в сторону Тайваня сразу 39 военных самолетов. Такая демонстрация силы со стороны Китая стала одной из крупнейших за последние полтора года. Тайваньская береговая охрана была вынуждена поднять в воздух свои самолеты и отслеживать продвижение китайской воздушной эскадры. На вопросы прессы о целях масштабных маневров официальный Пекин заявил, что это не входит в сферу дипломатических обсуждений. Как известно, в Поднебесной предпочитают считать демократический Тайвань китайской территорией. В декабре на конференции в Пекине, посвященной отношениям с Тайванем, один из лидеров Компартии КНР Ван Ян отметил, что разговоры о независимости Тайваня – это происки сепаратистов. Он подчеркнул, что, цитата, «момент и вектор для осуществления полного воссоединения Китая всегда на стороне правительства в Пекине». По мнению западных наблюдателей, такие заявления – часть политического и военного давления на Тайбэй со стороны Пекина. Оно стало усиливаться после того, как в 2016 году более лояльный Китаю тайваньский президент проиграл на выборах. Вашингтон признает действие доктрины «один Китай – две системы», что позволяет избежать открытых конфликтов. Однако растущее количество военных операций КНР вблизи воздушного и водного пространства Тайваня воспринимают США как попытки устрашения. В качестве поддержки Соединенные Штаты поставляют Тайваню различные вооружения. Кроме того, Министерство обороны США подтвердило ранее, что в Южно-Китайское море вошли две группы боевых кораблей во главе с авианосцами Карл Винсон и Авраам Линкольн. Как было сказано, цель их похода – отработка личным составом общей численностью 14 тысяч моряков и офицеров противолодочных и противовоздушных операций, а также полетов боевой авиации. Во вторник, 25 января, истребитель F-35, который возвращался из тренировочного полета, не смог идеально сесть на полубу авианосца Карл Винсон. Пилоту пришлось катапультироваться. Он выжил и был подобран специальным вертолетом. Но шестеро моряков в ходе инцидента получили травмы. Троих пришлось спешно отправить в больницу филиппинской столицы Манилы. Сообщается, что их состояние удовлетворительное. В лазарете на борту авианосца остается еще один член экипажа. О причинах крушения истребителя военное командование пока не сообщает. Специалисты расследуют причины аварии. Рассказывал Вадим Оленичев о том, реальны ли угрозы Пекина подчинить себе Тайвань с помощью военной силы. Я беседую с живущим на Тайване историком и переводчиком, кандидатом исторических наук Константином Хохалиным. Если представить себе, что Пекин решится на военную операцию по захвату Тайваня, на ваш взгляд, имеет ли такая операция шансы на успех? Очевидно, правильно задан вопрос в сослагательном наклонении. Если об этой вероятности, наверное, следует поговорить особо, а с точки зрения военного, успешность такого образа действий, она чрезвычайно сомнительна. Я посмотрел данные по поводу состояния вооруженных сил Тайваня, той военной силой, которой располагает Республика Китай. Официальное название Тайваня. Получается у меня более 200 тысяч, если совсем точно, 215 тысяч численности армии. Вся армия профессиональная. Более того, она вооружена очень современным образом, обучена, оттренирована. 215 тысяч человек – это вооруженные силы прямого боевого применения. Никаких обеспечивающих, усиливающих подразделений нет. Это реально численность армии Тайваня. Более того, я посмотрел данные, в которых указывается, что мобилизационный потенциал Тайваня – это еще плюс 2 миллиона человек. Это достаточно серьезная сила. В численности армии Китайской Народной Республики более 2 миллионов человек. Это часть боевого назначения. И тем не менее, эта операция все равно выглядит чрезвычайно сомнительной с точки зрения успешности. Это все-таки пролив. Ширина пролива там 150 километров. Более того, обученная, мотивированная, хорошо вооруженная, оснащенная тайваньская армия – это не самый простой орешек для его завоевания. Это непростая задача. Несмотря на рассуждения многих экспертов о том, что есть такая вероятность, более того, существуют заявления Китайской Народной Республики и ее руководства относительно того, что в случае необходимости может применена быть сила для возвращения Тайваня в лоно Родины. Я очень сомневаюсь, что такое решение когда-нибудь будет принято. Более того, я буквально вчера читал местную прессу. На Тайване принято решение об увеличении бюджета военного на, по-моему, четверть миллиарда долларов. Это серьезные деньги. Сейчас военный бюджет Тайваня на сегодня составляет порядка 25 миллиардов долларов. Значит, он еще увеличится. И, кроме всего прочего, для сравнения, я могу сказать, 25 миллиардов долларов военные расходы это больше, чем у Израиля, у страны, которая воюет. Мы говорим, разумеется, о гипотетической ситуации. Давайте еще раз это повторим. Возможно ли оказание прямой американской военной помощи в этом гипотетическом случае нападения континентального Китая на Тайвань? До 1971 года место Китайской Республики в Организации Объединенных Наций занимала вообще-то Тайвань. Так длилось до 1971 года. В 1971 году в результате решения на Генеральной Ассамблее было принято решение, что представлять Китай в Организации Объединенных Наций будет Китайская Народная Республика, то есть Пекин, чтобы было понятно. Американцы состоявшуюся перемену как руководство к действию восприняли и изменили тот договор, в соответствии с которым предусматривалось оказание прямой военной помощи Тайваню в случае возникновения конфликта, ну назовем так, с континентальным Китаем. Тот договор был принят в 1954 году и он именовался договор о совместной обороне. Тайвань вступил в силу, если мне память не изменяет, в марте 1955. В 1971 году радикальным образом меняется ситуация. Тайвань перестает быть членом ООН и членом ООН становится Китайская Народная Республика. Соответственно, американская администрация принимает решение об изменении своих отношений с Тайванем. И в 1979 году принимает закон, он именуется договор об отношениях с Тайванем, где власти Тайваня, вот в этом договоре, они именуются властные органы Тайваня. Они не именуются как государственные органы. Соответственно, меняется статус диппредставительств на Тайване американского диппредставительства и тайваньского представительства в Америке. Получается, что здесь на правах посольства и консульства действует некоммерческая организация, называется Американский институт на Тайване. Это не статус послов, это не статус дипломатических отношений между двумя государствами, это статус представительства. Америка здесь имеет формально всего лишь представительство. Возвращаясь к вопросу о возможности оказания прямой военной помощи. Новым договором 1979 года в отношениях с Тайванем такая помощь предусматривается. И там она, помощь предусматривается с точки зрения предоставления вооружений, техники, оснащения, инструктаж, обучения тайваньских военных. И американские руководители не раз заявляют о том, что в случае необходимости прямая военная помощь будет оказана. Это есть заявления такие. И судя по тому, что происходило в истории отношений между Тайванем и Америкой, есть вероятность того, что Америка окажется решительной до такой степени, что согласиться на прямую военную помощь Тайваню. В случае гипотетического конфликта в Тайваньском проливе, так это назовем мы. Да, вот этот договор 1979 года такую возможность предполагает. Моим собеседником был живущий на Тайване историк и переводчик, кандидат исторических наук Константин Хохалин. Вы слушаете «Время свободы». Завтра, 27 января, отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Решением Организации Объединенных Наций он приурочен к годовщине освобождения нацистского концентрационного лагеря Освенцем советскими войсками в январе 1945 года. Несколько дней назад на киностудии Ленфильм в Петербурге в рамках фестиваля «Хроники катастрофы» прошла премьера документального фильма Елены Якович под названием «Мотивы Моисея Береговского». Это рассказ о человеке, собравшем уникальную коллекцию еврейского фольклора, носители которого были почти целиком уничтожены Холокостом. Рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская. Архив Моисея Береговского, всю жизнь собиравшего еврейский фольклор на Украине, считался утраченным. Но оказалось, что 1200 восковых фоноваликов с записями песен и музыки еврейских местечек, а также голосов Михоэлса и Шалом Алейхима чудом сохранились, пережив и войну, и сталинские репрессии. Моисей Береговский, сын учителя Хедера, окончивший две консерватории, делал свои записи с 20-х по 50-е годы 20-го века и за это в конце жизни отправился в лагерь на Лесоповал. На середине срока его списали по здоровью, но добиться реабилитации он смог только с помощью Шостаковича. «Мы были первые, кому разрешили снимать эти уникальные фоновалики в фондах Национальной библиотеки Украины имени Вернацкого. Песни, гетты и лагерей, записанные Береговским в 1944-45 годах у тех немногих, кто вернулся, были оцифрованы специально для фильма», говорит автор картины Елена Якович, снявшая десятки фильмов и сериалов, в том числе фильм «Прогулки с Бродским» удостойный премии ТЭФИ. По ее словам, фильм «Мотивы Моисея Береговского» начался три года назад, когда проект Псоя Короленко и профессора из Торонто Анны Штерншес «Юдиш Глори» «Песни времен войны» и «Собрание Береговского» был номинирован на грэмми. Тогда Викторина Петросянц, продюсер, обратилась ко мне с просьбой сделать про этот фильм. За этим всем стало фигурой Моисея Береговского. Фильм стал многоплотовой. Это, с одной стороны, история самого Береговского, его архива, история Холокоста на Украине и на территории Трансмистрия между Богом и Днестром, который Гитлер передал Антонескам за его участие в войне на его стране, и куда были депортированы из Румынии евреи, и в том числе там были и свои, и поскольку под Румынами не было такого тотального расстрела и истребления народа, а были не менее ужасные лагеря, гетто, где морили голдом, тифом и так далее, но тем не менее на территории Трансмистрия уцелело больше народу еврейского, чем любой другой оккупированной территории, по-моему, треть уцелело. И Береговский туда поехал сразу после освобождения этой Черновцы и нынешняя Винницкая область Украины. Собирал там песни у выживших людей, это вот, собственно, есть предмет проекта Джудиш Глори. История Института еврейской культуры в Киеве и кабинета разгромленного, расстрелянного, растасканного по лагерям и озер Лак, в котором Береговский был в послал, но, слава Богу, оттуда вышел, хоть и смертельно больной, и закончил свой труд. Когда началась работа над фильмом, внучка Моисея Береговского Елена Баевская, хорошо помнящая дедушку, нашла его лагерные письма. Что интересно, эзопов язык. Если человек систематически пишет родным, не тратьте денег на продукты, лучше пришлите мне такой-то журнал по музыковедению, справочник по истории музыки. А потом вдруг этот человек пишет, пришлите, пожалуйста, копченые рыбы, сыр такой-то получше, еще что-то, то сперва удивляешься, а потом понимаешь, что это очередное вымогательство или начальство лагерного, или салагерников. Под каким давлением этот человек, не сразу поймешь. Хотя он старался писать осторожно, в письмах очень много таких черных строчек выморанных. Музыковед Евгения Хаздан давно занимается наследием Моисея Береговского. Она считает его бесценным. Эта коллекция уникальна во многих смыслах. Евреи жили во всех странах Восточной Европы и не только Восточной, и только в России. С одной стороны совпали некоторые условия, когда в 20-е годы поощрялось собирание фольклора разных народов, а с другой стороны было движение, которое поощряло занятие наукой. Еврит считался клирикальным языком, не приветствовался, а вот Идыш объявили языком масс, и на Идыша можно было изучать и записывать фольклор. Только в 90-е годы смогли провести конференцию его памяти. Примерно с этого времени имя Береговского начало живать. О нем заговорили в Киеве, им занялась потрясающая музыковеда Раиса Гусак. Стали заниматься американцы, которые вот тогда обнаружили, что клизмарская музыка это не изобретение американское, что она уже описана. В фильме Елены Якович много сюжетных линий. Есть в нем и пронзительный рассказ драматурга Александра Гельмана о детских годах, провезенных в гетто, когда из 20 человек его родных выжили только он и отец. Но когда смотришь фильм, не покидает ощущение, что некая тайная звезда Вела Моисея Береговского хранила его самого и его коллекцию хрупких фоноваликов, донесшую до нас голос народа, продолжавшего петь буквально на краю расстрельных рвов. Татьяна Вольская для Радио Свобода Санкт-Петербург. Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Широградский, продюсер этого выпуска Александр Аркадьев. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода www.svoboda.org К вашим услугам и основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, SoundCloud, Яндекс.Музыка, социальная сеть ВКонтакте. Там тоже можно найти и послушать свежий выпуск «Времени свободы». Можно также подписаться на телеграм-канал «Время свободы». Там размещаются очередные выпуски, там же можно и подискутировать на некоторые темы. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов Радио Свобода. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова